Киностудия Олоу Нурмедиа представляет Он обманет тебя, так же, как обманул меня. Вот, взгляни. Он встречался со многими девушками до тебя. Но ведь сколько бедняжек он успел бросить. Очнись, пока не поздно. Не стань очередной жертвой этого мерзавца Фероза. Но он просто притворяется честным. Пара раненых Субтитры подогнал «Симон» 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 Угу. Другой мир. Совсем другой. Чем могу помочь? Вы сможете и меня так красиво нарисовать. Могу ли я считать себя художником, если не смогу нарисовать такую красивую девушку, как следует? Значит, вы ещё умеете и красиво говорить. Все умеют красиво говорить, но не все умеют использовать этот навык уместно. А мы знаем, когда надо использовать. Почему вы говорите «мы»? Кого вы имеете в виду? Себя и своё вдохновение. Мы с ним братья. Мы дополняем друг друга. Впечатляет. Спросите у своего вдохновения, найдёт ли оно время и для меня. Кстати, я должен был нарисовать вас. Да. Тогда присаживайтесь на наш королевский трон. Мы вас с удовольствием нарисуем. Хорошо. Садитесь. Теперь к делу. Так. Думаю, вы станете ещё красивее, если улыбнётесь. Ладно, пусть будет по-вашему. Почему вы так грустно улыбаетесь? Просто так. Может, начнёте? Послушай, я тебя бил, ругал, оскорблял. Но ты всё равно не уходишь от меня. Почему ты такая? Я же говорю тебе, я полюбил другую. Ты понимаешь, о чём я? Я хочу развестись с тобой. Ты мне больше не нравишься. Совсем не нравишься. Бабур, пожалуйста. Ты хотя бы подумай о Саюре. Тебе так легко расстаться. А что будет с ней? Я буду навещать её. А ты скорее уходи из моей жизни. Неужели ты не устал от меня? Тебе мало всего этого? Разве так трудно всё понять и принять? Слушай, твои слёзы ничего уже не изменят. Ты тоже имеешь право быть счастливой. Только не со мной. Пойми, Саида. Ты не сможешь быть счастливой со мной. Знаешь, Я полюбил одну девушку с больным сердцем. Да, полюбил. Что? Неужели она ещё и больна? Да, она больна. Я обещал её сделать счастливой. Я и сам не ожидал такого. Ладно, я согласна. Я на всё согласна. Мы разведёмся. Ты тоже никогда не появляйся в нашей жизни. И я тоже уйду из твоей жизни. Вот так. Ой. Вы такая необычная. Как можно и смеяться, и плакать одновременно? Лишь моё лицо улыбается. А внутри текут слёзы. Что с вами? Кажется, та картина очень тронула меня. Странно. У вас красивые волосы. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok До каких пор ты будешь так сидеть и восхищаться своими картинами? О чём ты? Почему ты притворяешься, когда ты начнёшь нормально зарабатывать, когда мы будем нормально жить? Не смеши меня. А сейчас что, мы не живём как нормальные люди? Чего ты хочешь? Ведь у нас есть всё. Мы же постепенно добиваемся, к чему стремимся. Всё будет хорошо. Ты только будь немного тёпелевее. Опять эти слова. Опять эти иллюзии. Мне надоела эта жизнь. В прошлый раз я нашла тебе хорошую работу. А ты сказал, что тебе нужно творчество. Ладно, занимайся творчеством. Только зарабатывай нормальные деньги. Эй, посмотри на этот рисунок. Послушай. Зачем тебе много денег? Что ты будешь с ними делать? Я же говорю, всё будет хорошо. У нас же постепенно всё получается. Ой, будь терпеливый. Живи радостно. Никогда не унывай. Твой слепой оптимизм не перестаёт меня поражать. Когда же ты повзрослеешь? В жизни всегда надо быть позитивным. С этими? Например, заказчик этого рисунка до сих пор не заплатил. Я же не растаиваюсь из-за этого. Продолжаю рисовать с отличным настроением. Мы с тобой, как небо и земля. Взгляни на этот рисунок. Испытание судьбы непредсказуемо. Почему вы так читаете? Просто так. Вы замечали, что человек обычно встречает в своей жизни не того человека, которому он всю жизнь мечтал? Думаю, это ирония судьбы. Да, вы правы. Но всё, что не делается, к лучшему. Может быть. Знаете, я пока не сделал вывод, это к лучшему или нет. Но я уже закончил своё дело. Так быстро? Да. Можете взглянуть. Пожалуйста. Послушайте, почему вы такая плакса? Никогда никому не выдавайте своего горя. Наоборот. Всегда улыбайтесь. В жизни человек должен быть позитивным. Большое спасибо за рисунок. Не за что. Мы уже столько поболтали, но не спросили друг у друга имён. Меня зовут Гафур. А меня Саида. Отлично, Саида. Рад знакомству. Если понравился ваш рисунок, то я вдвойне рад. Вот. Возьмите. Будьте всегда здоровы. Скажу вам ещё раз, рад знакомству. Большое спасибо. Доброго пути. Удачи вам. Удачи. Пока. Сегодняшняя миссия выполнена. Теперь пора домой. Ой, я же... забыла заплатить за рисунок. Эх ты, Саида. Опять забыла. Чёрт, что он теперь подумает обо мне? Надо вернуться. Вы не видели здесь художника? Нет, не видела. Ну ладно, спасибо. Привет, сестра. Привет, как ты? Хорошо, как сама? Нормально, как ты сама? Неплохо. Какие новости? Сегодня видел твоего мужа. С ним рядом была одна девушка. А, может, клиентка? Не знаю. Ну, я думаю, что клиенты так не ведут себя. У меня есть фото. Вот, смотри. Пускай гуляет. Поживём, увидим. А ты продолжай слежку, понял? Да, сестра. Есть будешь? Да. Садись. Я голоден, как волк. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Это моя мастерская Здесь очень красиво Теперь сможем увидеть все ваши произведения Да, успеете все осмотреть Вот это моя самая любимая работа Думаю, вам тоже понравится Это район Карасу Старался нарисовать улицы такой, какая она есть Видите, у них у всех свой характер Это тоже одна историческая картина. Вам понравилась моя мастерская? Понравилась. Очень. Отлично. Я вас приведу ещё сюда много раз. Девушки отдыхают. Сегодня опять пришлась с дочерью. С дочерью? По-моему, так. Они вместе долго сидели. Очень долго общались. Что дальше? Потом куда-то ушли под ручку. Ты не смог сделать меня счастливой. Теперь и сам не узнаешь, что такое счастье. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Я тебе покажу. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мне нужен её адрес и номер телефона, найдёшь? Сестра, не обижайся, но я устал от твоих выходок. Зря ты впутала меня во всё это. Ты развелась с Гафуром, всё уже в прошлом. Но мы с ним были как братья. Не говори чушь. Сестра, пойми, он теперь не твой муж. До каких пор я буду следить за ним, как тень? Ты не смогла сделать его счастливым. Теперь прекрати всё это. Он тоже имеет право быть счастливым. Что? Тебе не стыдно это говорить мне? Кто для тебя важнее, я или он? Это я хотела развода. Я тоже хочу быть счастливой. Не ты, а твоё эго хотела этого. Женщина должна быть терпеливой и покладистой. А у тебя нет этих качеств. Признаю, смешно учить тебя, как жить, будучи твоим младшим братом. Но ты же взрослая женщина. Почему ты не понимаешь такие простые вещи? С каких пор ты стал таким умным? Сестра... Если уж так, тогда уходи. У меня нет такого брата. Я сказала... Что ты несёшь, сестра? Почему ты не хочешь понять? Ладно, скажем, ты поговорила с той женщиной и отговорила её, что дальше появится другая. Потом мне что, придётся следить за каждой женщиной, которая встречается с твоим бывшим мужем? А ты собираешься со всеми женщинами увидеться? Нет. Так не пойдёт. Лучше... Ты тоже. Постарайся найти своё счастье. Назим, ты не понимаешь? Может, я стараюсь вернуть его? Хочу помириться. Ты мне поможешь? Это моя последняя просьба. Помоги, пожалуйста. Я больше не буду тебя беспокоить. Ради счастья твоей сестры. Ладно? Ладно, хорошо, помогу. Но это в последний раз. Чтобы вы помирились. Любви, все ждём мы, словно чудо. Любить нам хочется всегда. Найти родного человека и рядом быть с нами на века. Но надо помнить, сердце твёрдо. Любовь не шутка, не игра. Любовь рождается в поступках. Растёт неверно на словах. Поэтому любовь ищите. И не сдавайтесь никогда. А раз нашли, то берегите. Все будут счастливы тогда. Хочу узнать тебя я больше. Мечты с тобою разделить. С тобой быть как можно чаще. А если рядом нет, вспомините. Хочу твой голос вечно слушать. Смотреть всегда в твои глаза. Любовь. Ты делаешь нас лучше. Творя простые чудеса. Я тебе душу. Ты мне любовь. В эту игру сыграю нам вновь. Ты мне любовь. Я тебе нежность. Так проведём мы вдвоём нашу вечность. И я тебе очень, ты мне тоже. В этом с тобой мы чем-то похожи. Я тебе тайну открою одну. Я тебя очень, очень сильно люблю. Да, в этом с тобой мы чем-то похожи. Может, купим мороженое? Ты как маленький ребёнок. Нет, это называется романтика. Здравствуйте. Здравствуйте. О, а ты ещё и романтик? Тогда согласна. Два мороженого. Фруктового или шоколадного? Пусть будет шоколадное. Хорошо. А я не похож на романтика? Нет, не очень. Но я слышала, что настоящие творческие люди бывают романтиками. Настоящий творческий человек стоит перед тобой. Мне больше всего нравится твоя искренность. Пожалуйста. Спасибо. Смотри, не растай. Я-то не растаю. Но если мы не будем есть скорее, наше мороженое точно растает. Да, ты прав. Я подавил тебе сумея душу. Ты лишь её прошёл, я береги. И твой покой вовеки не нарушил. Мою любовь, как дар молю, прими. Ты счастье, может, ты везенье. Ты точно радость, ты тепло. С тобой я обретаю вдохновение. С тобой мне очень сильно повезло. Ты крылья даришь мне и нежность. С тобой могу я мир весь покорить. Тебя люблю я очень. Обожаю. И без тебя пустыну кажется мне жизнь. Моя душа полна, полна любви. Моя душа твоя навеки, навсегда. Ты все мои заветные желания, сны. Тебя люблю. Люблю безумно я. Ты стимул просыпаться утром. Ты стимул мой, чтобы дышать. С тобой при любой погоде могу часами я бродить, гулять. Ты яркий свет в моём окошке. Ты луч, ты надежда, ты мечта. И без тебя в душе скребутся кошки. Твоя улыбка, нежность мне нужна. Сайда, у меня к тебе важный разговор. Но я боюсь тебя огорчить. Тот Гафур, которого я знаю, никогда не обидит меня. Это очень серьёзно. Я уже догадываюсь. Правда? Скажи тогда. Нет, давай ты сам. Я не обижусь. Мы с тобой уже знаем друг друга достаточно. Может, я говорю это не вовремя, но я должен открыть тебе своё сердце. Ты раньше так не колебался. Я хочу стать отцом Сайори. Я люблю её как родную дочь. Я именно этого и предполагала. Думаю, мы не должны спешить. Я не хочу ошибиться во второй раз. Я мать-одиночка и живу в большом городе, далеко от родителей. Если я ещё раз совершу ошибку, никто меня не простит. Дальше я не смогу здесь остаться. Если я вернусь в родную деревню, маме будет трудно. Там люди будут говорить всякие плохие вещи обо мне. Может, ты поспешила с выводами? Неужели я хочу, чтобы всё так получилось? В моей жизни всё произошло очень быстро. Замужество, рождение ребёнка и даже мой развод. Поэтому я не тороплюсь. Я ещё не готова. Подумай, сколько хочешь. Только не забывай, что ты мне небезразлична. А почему ты развёлся с женой? Мне тяжело это вспоминать. Её не устраивало моё состояние. Мы жили красиво. Но она хотела большего. Может, я сам виноват. Может, я не смог убедить её, что счастливые дни ещё впереди. Не знаю. Короче, она отвернулась от меня. Хотела найти другого, лучшего, чем я. Горо. КОНЕЦ ты хотя бы дома не рисуй хотел сделать тебе сюрприз на завтра а ты увидела что ты можешь подарить мне кроме своего рисунка я и сама догадывалась что получу именно такой подарок что о чем ты говоришь ты хоть немного следи за своим языком когда ты перестанешь хныкать ты знаешь что такое благодарность эй я тебе говорю не играй мне на нервы а это что что это я спрашиваю цепочка да вижу не слепой откуда появилась это подруги подарили не лги почему так растерялась мне нечего тебе лгать раз уж сам не умеешь покупать мне такие подарки почему ты злишься когда другие дарят ты сначала сам подари а потом говори если бы я знал что ты такая неблагодарная я бы никогда не женился на тебе тогда давай расстанемся пока не поздно мне тоже такая жизнь надоела все иди в свою комнату я с тобой потом поговорю сейчас задушу тебя идеи кому говорю а 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 м а и и надеюсь тебе понравился мой подарок сладкая моя не понял фируза после этого мы развелись вот такие дела если мужчина зарабатывает мало то это плохо но преданность жены познаются именно в такой момент настоящая женщина будет рядом со своим мужем и в печали и в радости если она будет терпеть уважать своего мужа рано или поздно они обязательно обретут честь к сожалению она не понимала этого не дождалась сейчас у меня есть все но машина даже есть своя мастерская которой многие даже завидуют но теперь уже поздно если бы она осталась со мной тогда она бы не пожалела правильно самое главное у себя доброе сердце и ты обязательно найдешь свое счастье что я могу сказать вам что-то к лучшему эта судьба да а мы обязаны принимать ее ну ладно мне пора спасибо за сегодняшний день идем я тебя провожу хорошо хочу стать отцом саю я люблю ее как свою родную дочь что-то Субтитры делал DimaTorzok Сестра, я ухожу, у меня дела в городе Как насчет моей просьбы? Сестра, никак не получается О чем ты говоришь? Я тебе бездельник, что ли? Ты такая странная, никак не могу освободиться Как освобожусь, попытаюсь Я ведь не каждый день у тебя прошу помощи А ты хотя бы раз в году не можешь найти времени Ты же начальник Сестра, не смейся надо мной Если тебе нужен муж, иди сама поговори Иди, пойди к нему сама Почему не понимаешь? Он не хочет меня видеть Да, конечно не хочет Если бы я был на его месте... Что? Что бы ты сделал? Ты бы тоже выгнал меня на улицу Я не это имел в виду, сестра Прости Я не ожидала от тебя такого Да пошел ты Сестра Эх, сестра Тихо на ушко тебя не шепчу Что свою жизнь от тебя я даю Что всей души тебя я люблю Что без тебя я живу, не дышу Ты моя нежность, опора моя Дни стали счастливее Люблю я тебя Ты окрыляешь, делаешь лучше Ты словно солнышко, тепленькие ручки Люблю тебя Как первый снег И первый дождь весенний С тобой солнечным всегда бывает настроение Люблю улыбку и глаза И голос сердцу сладкий Тебя никак не разгадать А я люблю загадки Люблю с тобою говорить И помолчать, коль надо Но без тебя не в силах жить Такая вот досада Любовь связала нас наверх Судьба свела для счастья нас Ты мой любимый человек Ты драгоценный мой алмаз Пусть наши чувства день за днем Сильнее будут становиться Давай идти одним путем Чтоб вместе в счастье раствориться Я каждым днем тебя сильнее люблю И за тебя судьбу благодарю Не знаю, как жилось мне для тебя Жизнь была скучной у меня Ну а теперь В ней смысл есть И это вовсе и не лесть Ты моя нежность Ты любовь моя Так много значишь для меня Встречать с тобой рассветы И слать тебе приветы За звездами с тобой следить В гармонии всю жизнь прожить Тебя оценить и понимать И никогда не отпускать И все на свете обсуждать С плыть и день свой начинать От всех проблем Чтоб оградить Тебе любовь свою дарить С тобой разделить всю жизнь И наблюдать, как сладко спишь Люблю, как сильно я тебя Хочу всю жизнь прожить любя Никто не сможет запретить Тебя лишь только мне любить И сердце просит теплоты С тобой не вижу пустоты Лишь счастье наше и любовь Способны взбудоражить кровь Люблю я ночь Ведь лишь во сне Приходишь ты ко мне А утром Утром сон уходит прочь Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо тебе за то, что дала мне надежду Меня очень удивило то, что ты так заботливо относишься к Сайоре Она тоже тебя любит Я не учила ее называть себя папой, поверь Она сама так решила Я постараюсь стать ей хорошим отцом Если ты будешь любить меня и мою дочь Я тоже буду любить тебя до конца своих дней Я тебе верю Я тоже постараюсь оправдать твое доверие Тогда ты иди на работу А я сама доберусь Ладно, пока Извините Можно воспользоваться вашим телефоном? Да, конечно Я жду свою девушку Вой забыл свой телефон дома Спасибо Эх, не берет Она обычно не отвечает на незнакомые номера Значит, она умная девушка Попробуйте еще раз Не берет Пожалуйста, спасибо вам Извините за беспокойство Да ладно, не за что Счастливо Вот теперь избавился от этой проблемы Алло, сестра Как ты? Да Я нашел ее номер Если не ошибаюсь, ее зовут Саид Теперь не впутывай меня в эти дела, ладно? Алло, я слушаю Это Саиду? Да, это я А кто это? Я бывшая жена Гафура Мы должны встретиться с тобой У меня к тебе важный разговор Правда? Завтра я отправлю тебе адрес Наверное, ты удивилась Как я тебя нашла Конечно Хотя мы и развелись с мужем Я постоянно слежу за ним Я хочу спасти тебя от беды О какой беде идет речь? За короткое время вы стали довольно близкими Я в курсе Но я скажу одно Он обманывает тебя Все, что он сказал тебе, это Вранье А ты откуда это знаешь? Ты не знаешь его, как я Я жила с ним вместе Я тоже не хотела развода Он изменил мне Он изменник Я не могу простить его за это Но я доверяю ему Больше, чем тебе Он обманет тебя Так же, как и обманул меня Вот, взгляни Он гулял со многими девушками до тебя Но Столько бедняжек успел бросить Очнись Очнись Пока не поздно Не стань очередной жертвой такого мерзавца Но Он просто притворяется честным Он очень коварный Он не смог сделать меня счастливой И тебя не сможет Ты не можешь убедить меня этими фотографиями Он о твоей дочери тоже заботится Поэтому ты ему так доверяешь Посмотри сюда Это та фотография, из-за которой мне пришлось расстаться с ним Он и о её дочери тоже заботился И так завоевал её сердце Если хочешь, верь мне А если нет Сама знаешь Ну ладно Прощай А если нет Знаешь, мама, я очень устала Много что-то опять навалилось Даже плакать совсем перестала А мечта о проблеме разбилась Все, что он сказал тебе, вранье Иногда очень страшно ночами Давит сердце, как камень, незримо Слишком много уже за плечами Но счастье не рядом, а мимо Голых стен одинокая песня И не выбраться, как из темницы Может, есть на земле все же место Где им не суждено Выспиться Я тоже не хотела развода Он изменил мне Он изменник Знаешь, мама Я мечтать устала А еще я устала верить Я искала, поверь, искала Кому сердце свое Доверить Только холод нашла И рана Безразличия И груст сомнений Может, просто искала рана Может, были не люди А тени Тебе понравилось? Отдай мою дочь Саида Что случилось? Что с тобой? Я тебя не понимаю Ты можешь объяснить? Пожалуйста, оставь нас в покое Я тебя вообще не понимаю Что-то случилось? Объясни, в чем дело? Ты не отвечаешь на мои звонки А теперь ведешь себя так Хотя бы ради этого ребенка Не надо было обманывать Я ведь сказала тебе Что я боюсь во второй раз ошибиться Ты злоупотребил моим доверием Я все знаю Ты даже не пожалел моего ребенка Думаю, что говоришь О чем ты? Кто-то тебе что-то сказал Скажи открыто Я встретилась с твоей бывшей женой Черт побери Я ведь сказал, что они что-то затевают И ты поверила ей? Да, поверила Потому что она подтвердила свои слова доказательствами Оставь меня в покое, пожалуйста Я больше не хочу тебя видеть Спасибо тебе за то, что ты сделал для нас Сейда, пожалуйста, послушай меня Ах ты подонок Что ты натворил, подлец? Я ведь предупреждал тебя в прошлый раз, так? Брат Зачем ты продолжаешь вмешиваться в мою жизнь Когда твоя сестра оставит меня в покое? Брат, успокойся Я тебе не брат Признавайся Что ты наделал? Это не я Моя сестра все устроила Я ей объяснял Но я не ожидал, что все так обернется Она и меня обманула Сказала, что хочет поминиться с тобой Просила помощи Эй Я неосознанно совершил ошибку Теперь сам исправишь свою ошибку, понял? Как? Ты Саиде все расскажешь, понял меня? Расскажешь ей, по чьей вине мы развели с твоей сестрой Если у тебя осталось хоть капли совести Скажешь ей всю правду Понял Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, привет Извините Здравствуйте Добрый день Гафур не выходит на работу Где он? Раньше он не вел себя так Если честно, я не в курсе Что? Поссорились, что ли? Или вы его обидели? Нет, я его не обижала Я его знаю Если он на кого-то обижается, он не выходит на работу А что, если он сам обижает? Нет Такого не может быть Он не такой Я ведь знаю, как сильно он вас любит Ну ладно, спасибо вам Я должна идти Ладно, пока Да Точно Что-то случилось Теперь Гафур опять будет мучиться Сестра Да В чем дело? Послушай, что ты натворила? Ты меня опозорила Ничего я не натворила Мы просто пообщались Почему ты наклеветала на брата? Он все рассказал мне Чего ты хочешь? Почему ты его так защищаешь? Все, что я сделала, было правильно Хотела, чтобы он не обретал счастья Если нужно, еще раз повторю Чтобы он навсегда был несчастным В чем тогда ее вина? Ее вина в том, что она встретила его И полюбила Сестра, ты ошибаешься Человек не должен быть таким коварным Они не виноваты в твоем несчастье Не умничай Я знаю, что делать Ты ничего не знаешь Если бы ты знала Никогда не отпустила бы своего мужа Не нашла бы себе другого Ты тоже веришь в это? Я не верю Я точно знаю Ты встречалась с другим А потом бросила своего мужа Не пытайся меня обманывать Я все прекрасно знаю Я даже знаю Что тот негодяй бросил тебя Замолчи Не думай о несчастье Думай о счастье Стать счастливой Иди к своему любовнику Да пошла ты Назим Прости, брат Я тоже хотела стать счастливой Назим Я очень сожалею, брат Я сожалею Коман 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 А то half Машина Машина ах А от Не беспокой меня. Дай мне возможность оправдать тебя. Теперь это не имеет значения. Я разлюбила тебя. Давай завтра встретимся. Ладно, потом всё будет так, как ты скажешь. Хорошо. Пока. Человек не может стать запросто счастливым. Он должен преодолевать всякие испытания и мучения. Думаю, мы оба испытали достаточно мучений. Наверное, теперь мы достойны жить счастливо. Я и так счастлива. Не жалуйся. Если ты позвал меня сюда сказать всё это, тогда я пошла. Саида. Постой. Пожалуйста, послушай меня. Всё, что ты услышал обо мне, это клевета. Иди сюда. Здравствуйте. Вы? Да, я. Этот парень – младший брат моей бывшей жены. В тот день, чтобы узнать твой номер, он попросил телефон. Всё с этого и началось. Он – фотограф. Он и меня фотографировал. Для своей коллекции. Все фотографии, которые тебе показала Феруза, были из его коллекции. Можно мне сказать? Я очень уважаю брата Гафура. Даже после того, как они развелись с моей сестрой, моё уважение к нему не изменилось. Впрочем, из-за всяких капризов своей сестры у меня пришлось совершить такие ошибки. Прошу прощения у вас обоих и за сестру. Но в этом мире каждый имеет право на счастье. Вы тоже. Я не хочу, чтобы вы расстались из-за нас. Это розыгрыш? Нет, это не розыгрыш. Это всё правда. Не осознавая, что такое жизнь, что такое любовь, я совершил большую ошибку. Когда-то я называл его братом. Потом он стал мне родственником. Теперь и вы знаете, что всё уже не так. Но я всё равно ценю его как родного брата. Поэтому хочу, чтобы он стал счастливым. Поверьте, я вас не обманываю. Простите меня. Я из-за своей сестру прошу прощения. Она, не осознавая настоящего счастья, не отступила от своего коварного плана. Но верю, что однажды она поймёт свою ошибку. А вы... Вы берегите и любите друг друга. Поверьте мне. Ладно, мне пора. Ладно. Удачи. До встречи. Вот такие дела. Поэтому я позвал тебя. Не знаю, оправдал ли я себя или нет, но я не виновен перед своей совестью. Я на всё готов, чтобы обрести своё счастье. Прости меня, Гафур. Я тебя не понимала. Я ошиблась. Это уже не важно. Осталось самое главное. Ты мне доверяешь или нет? Теперь доверяю. Не отпустишь меня. Никогда. Отлично. Впредь мы должны быть очень осторожны. Её коварство на этом не закончилось. Мы будем очень счастливы. Фильм озвучен на студии Miracle. Субтитры создавал DimaTorzok